В Люберцах проходят всероссийские соревнования по боксу памяти мастеров спорта Юрия Капитонова, Владимира Кузина и заслуженного тренера России Александра Щедеркина. Турнир проводится уже 31 раз. В этом году в нем участвует 170 боксеров из 28 регионов страны. Уже несколько лет всероссийскому турниру по боксу в Люберцах предсвоен класс А, когда победитель получает звание мастера спорта. Именно поэтому в соревнованиях хотят участвовать боксеры всей страны. Выходя на ринг, спортсмены заряжены только на победу. Иногда в ход идут не совсем боксерские приемы. На турнире Люберцы представляют пять спортсменов – воспитанники школы Олимпийского резерва и клуба «Спартак». По словам тренеров, соревнования хоть и проходят на домашнем ринге, за победу еще нужно побороться. В том году три человека боксировали, в равных боях уступили победы. Ну, как сказать, есть такая пословица, дома стены помогают. Не помогли, не помогли. О какой причине, не знаю. Огромный шанс на победу есть у Антона Шмакова. Уже в первом поединке Люберчанин проявил волю к победе, отправив соперника в нокдаун. Когда у человека случается нокдаун, он теряет один балл. Еще становится 10-8 минимум, если я веду раунд. Поэтому это очень сказалось, конечно. Еще четыре боя. Так что в финале смотрите, ждите. За происходящим на ринге внимательно наблюдал руководитель дирекции Федерации бокса России в Центральном федеральном округе Ислам Халидов. Об этих соревнованиях он знал, когда еще сам профессионально занимался боксом. Я могу отнести данный турнир к одним из лучших, к примеру, по качеству проведения. На этом турнире у ребят есть возможность получить мастер спорта России. Это очень важно для спортсмена в наше время. В разные годы в Люберецком турнире участвовали будущие чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр. Организаторы не исключают, что из нынешних участников вырастут боксеры-профессионалы. Их имена станут известны после финальных боев. Они пройдут 20 февраля. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.